Приветствую вас, Лена. Ну, смотрите, смотрите какая получается ситуация. Значит, вот у вас здесь идёт по таким пунктикам небольшим некоторые элементы ситуации, которые, собственно говоря, составляют вот такую общую картинку того, что между вами происходит. Из того, что с вами происходит, кстати говоря. Значит, давайте начнём с конца. Как быть, чтобы что? Ну, вы если говорите, что у вас цели одинаковые, если вы так говорите, то давайте как-то, давайте, как бы у вас цели. Почему эти цели сейчас, ну, оказались как-будто вот в таком подвешенном состоянии? Не знаю, могу ли я спросить, что это за цели? Ну, вот, в таком, в таком случае. Потому что обычно, ну, люди, которые знают, чего они хотят, да, ну, знают вот свои цели, но они спрашивают, например, как, да, как мне сам добиться этого, как мне добиться этого, как мне добиться другого чего-то. А тут Вы спрашиваете, как быть? Я выпрашиваю позже Как быть, чтобы что? Это первое. Второе. Время идёт, не знаешь о его планах и есть ли в них я. Во-первых, вы не уверены в том, насколько вы мужчине важны мужчине важны тогда если вы не уверены в том и если вы в планах мужчина это первое. Второе. Ну, вы, 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 вы вот, как-то, в себе сомневаетесь, вероятно. Потому что, опять же, здесь идёт какой-то вот элемент такой. Есть ли в них я? Если я в планах мужчина. Больше не знаю, с ночевая его в планах. Ну, тут вас, вроде бы, вроде бы понятно, что вы, что вы имеете ввиду, но как у человека, у которого есть цели, как вы сами говорите, возникает такой вопрос и незнание плана другого человека, вам, по идее, по идее, вас по идее не должно волновать, какие планы у человека, вы должны волновать собственный план, а человек, ну, он либо вписывается в эти планы, либо нет, тут вы вновь высказываете несколько неуверенную и такую вот правительству ведомость. Вот. Время идёт песчевым. Ну, тоже, тоже, если сегодня, то, что идёт, когда вы говорите, что идёт время, да, ну, что вы здесь подразумеваете, вы подразумеваете, что вкладываетесь в отношение, вот, вы вкладываетесь, и не получаете, ну, видимо, для себя ничего хорошего. То есть вот не, ну, вы не чувствуете, не чувствуете, что, вы не чувствуете, что есть отдача того, что вы делаете. Это, конечно, проблема. Это, конечно, проблема, потому что, получается, что вы в отношениях не совсем свободы получает. Вот. Ну, это, в общем и целом, на мой взгляд, может быть проблема. для вас. Вот. Потому что, у вас действительно будут какие-то такие ожидания от, ну, людей, да, ожидания от окружающих вас. И, мне кажется, что, вот, первое, что нужно вам сделать, это, наверное, все-таки определиться с тем, что я вкладываю в это отношение, что я хочу вкладывать, что я вкладываю в это отношение. Насколько я свободно в отношениях, опять же. Вот. Потому что, если, например, вы не свободны, то понятно, что время для вас будет идти, ну, вот так. То есть, вы будете чувствовать, что время, оно уходит. Ну, и оно, правда, уходит для человека, который не свободен. Дальше. Не обсуждают темы про решение вопроса расстояния. Ну, говорю, что теперь меня никуда не отпустят. Так. Ну, с моей стороны. Не обсуждают темы решения вопроса расстояния. А вы обсуждаете? То есть, он откровенно отказывается вам обсуждать эти темы или что? Второе. Говорит, меня никуда не отпустит. И имеется в виду, что вы чувствуете себя не свободной. Он очень закрыт. Ну, такой человек. Такой человек. Ну, и последнее. Вы изначально поднакомились на расстоянии. Начали обсуждать его на расстоянии. У меня вопрос. Почему? Почему вы начали обсуждать его на расстоянии? С человеком, ну, вот. С мужчиной. Почему вы начали обсуждать его на расстоянии? То есть, у вас есть негативный опыт, к примеру, взаимодействие с людьми не на расстоянии. Вы чего-то опасаетесь. К примеру. Или что? То есть, ну, вот эти вот все вещи, да, их нужно обязательно, обязательно рассмотрать. Как минимум. Потому что с этого все, что касается вас. Из этого всего вытекает ваше текущее положение. Ваше текущее положение. Из всего этого вытекает. То, в какое положение вы себя по большим счетом сами поставите. Вот. А, ну, желаю этого или не желаю. Вот. Тут, ну, по большому счету неважно. Абсолютно неважно. Хотели бы этого или не хотели бы этого. Но у тебя в том, что вот фидорация так сразилось. А от. И, ну, мы не отвечаем за эту фидорацию. О, это фидорация. на данный момент. Вот. Вот, в целом, в целом, так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было вам болезненно, надеюсь, что вы подумайте над тем, что я сказал вам. Надеюсь, что вам делать дальше. Вот. Исходя из этого, из того, что я сказал. И если понадобится обратитесь к психологу за консультацию. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.